Всем добрый день, с вами канал Питомник Милый, я Людмила Горбунова. У нас выпал снег, думаю, что сидеть дома, пойду покажу вам, как у нас на улице, как мои саженцы. Иду потихоньку, у меня что-то нога разболелась, сломанная. Прямо ступить не могу ни с того ни с сего, то расхожусь нормально, сейчас очень больно. Так, бабочки эти пока освободили, у нас солнышко, крыша сухая, всё капает, солнце светит. Знаете, какая-то лень такая напала, вообще лень, потому что спать охота, отдыхать. Ну, видимо, усталость скапливается. Вот, горшки я ещё не составила, я хочу часть вот сюда составить, часть ещё в хранилище убрать. Ну, вот снегом засыпает, метельчатый. Часть термос, и часть на улице. Снежком это хорошо, снег это самое лучшее укрытие от пустоты. Если боитесь, что погибнет, замёрзнет, горшки по самое горло засыпайте торфом или опилками. Почему я этого не стала делать, потому что я весной не могу их оторвать. Оторвать, но сейчас это не страшно. У меня в термосе всё отставлено. Сейчас приходят заявки. Одна, две, три, четыре. Через день, да каждый день, помаленечку собираю и отправляю. Но это не с улицы, из термоса. Здесь они также вот вызревшие. Вот они деревянненькие. Всё это обрезаться будет весной. Это я всё перебрала, перебрала, пересортировала. Вот. У нас прохладно. Минус 8, минус 10. Сибирь под Красноярском, город Железногорск, посёлок Тодонова. Здесь трёхлитровые стоят. Так. Давайте сюда иду. Так, здесь жимолость. Чуть-чуть несколько можжевельничков есть. Что-то я про них забыла совсем. Жимолость даст урожай на следующий год. Всё в закрытой корневой. Сейчас на вид она сухая. Но самая первая проснётся. И будет расти и цвести. Я первое время думала, что она не для юга. Мы с вами говорили. Она говорит, это северная ягода. Вряд ли она будет на юге. Но уже было очень много заказов. И Краснодар, Анапа, Сочи. Оказывается, хорошо там она растёт. Но зимует, само собой. Хорошо. Здесь ягодка калинка. Это тут дёрины огромные. Пузыри плодники. Это вывозили с маминой дачи. Как-то неправильно мы их поставили, что они перекрывают всю дорогу. Так, вот здесь вот плодовые почки. Вот это вот. Это будет цвести. Это плодушка. Вот это вот прирост этого года. Это ростовая почка. А вот такой бантик, вот он. Это плодовый. Это цветочек. Вот так же смотрим. Вот это то, что выросло за этот год. Это вот здесь вот просто ростовая. Будет листик. А это прошлогодняя древесина. Прошлогодние победы. Это будет вот уже урожай и цветение. Ну, понятно, что вот эти вот сильно огромные. Такие я отправить не могу. Сейчас я вообще отправлять не буду плодовые. Они, скорее всего, что уже очень примороженные. А гортензии отправляю. Они в термосе. Здесь крыжовник без шипы. Также плодушечки. Вот это уже будет цвести. Абсолютно гладкие. Вот такие гладкие. Я думаю, что, скорее всего, это все приморожено. Вот так вот. Здесь тоже жимолость. Там декоративка. Это тоже жимолость. Это на самовывоз. В десяти литрах. Ну, такой небольшой остался ассортимент. Это яблоньки. Компот носится холодно. Замерзнешь. Вот они, которые в десяти литрах. Все с плодушечками. Но это только на самовывоз. Вот, очень хорошо видно. Вот они. Вот. Еще. Так, обещала. Напомнили рассказать. Вот смотрите. Если, если, как вам... Сейчас посмотрю. Если вдруг погрызли мыши. Так. Если вдруг... Надо подобрать. Но пока не вижу. Погрызли, да? Вот низко, например. Не вот так обрезаем, а на две почки обрезаем. И тянем заново две ветки. Одна пойдет вбок. Ее выламываем. Одна вверх. Заново вытягиваем дерево. Ну, это я также вам потом более подробнее покажу. Что из одной почки можно вытянуть дерево. Это мои кедры. Высаживали с мужем. Вот три штуки осталось. Было больше. Если растение погибло, вот кедры, хвойнички, елки, вы увидите это только весной. Всю зиму хвою держит. А желтеет только весной. Которые живые останутся зеленые, которые не пережили. Они резко пожелтеют. И все. Это будет главный показатель их сохранности. Так, ну вот это все. Яблоньки, яблоньки. Все в закрытой корневой. Есть прям такие высокие, но я выбираю, конечно, поменьше. Но сейчас я их отправить уже не смогу. Так. Вот такая площадка. Чувак замерз, но хороший, да? Заперз. Так, поливалки тоже. Вот везде досмотр. Все сняли. Знаете, оставили. Сейчас надо ходить, не снимать. Ну, отцеплены, конечно. Я бы все равно, конечно, их убрала. Зачем их на зиму оставлять? Если попросила, не проверила. Все. Надо идти проверять самой. Так, здесь пусто. Здесь 2-3 литра. Небольшой такой ассортимент. На лето. Ивы. Вот ивы. Это я показывала в прошлом году, что ива самое легкое укореняемое растение. Ее надо было обрезать. Вообще низко. Но я упустила. Весной надо будет ее обрезать, чтобы был шарик. Так, здесь еще горшочки. Здесь потемнели уже давно. Смотрите, как у меня бабочки, ой, хлебницы сдувают. Ё-моё. Вот на гортезии наехала. Ветром. Вот оно, от ветра. Вот так вот ужас. И посломала здесь. Ну, вот прям сюда падает. Вот наехала и сломала. Сдвигает. Надо будет зафиксировать их, потому что это не дело. Смотрите, от ветра как их сдувает. На компотик пойдем. Вот моя терраса. Все лето любимое наше место. Вечерами здесь ужинали, сидели. Сейчас уже холодно. Еще гамак, качелька осталась. Тую там надо тоже спустить вниз. Да? Да, песик? Песик. Ну вот, показала. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну вот, показала. Это бетономешалка. Я ее никому не даю, никакие растворы месить. Это замешивать грунт. Раньше я замешивала вручную. У меня получалось, что я замешивала примерно камаз грунта. Вручную. Сейчас это делает бетономешалка. Тише, тише. Нельзя. Фу, он маленький. Нельзя. Нельзя. С ума сходят, заперти. Так, показала вам, показала. Вот. Мой сад. Так, вот это вот ванилу я приготовила высадить, живую изгородь. Но не успела, придется мне ее забрать в хранилище. Ну или поставить хотя бы на землю, чтобы мне ее взять. Она замороженная полностью. Тогда уже весной сниму черенок, сформирую густ и высажу вот сюда, в живую изгородь. Здесь у меня посадила фантом осенью, ванила, полярный и еще лаймлайт. Хочу, чтобы были такие высокие, выше забора, большие кусты. Горшки надо еще здесь не все убранные даже. Знаете, я не хочу. Что будет, то будет. Вот этот вот оригинальный аппетит черри, надо его убрать. Он живой, но за лето он так и не вырос. Потом его занести будет в хранилище. Ну, сейчас забрала его, поставлю, потом занесу в хранилище. Вот, это моя тут туечка. Ну, такая уже подмерзла. Я, наверное, так ее и оставлю. Купила мешковину, хотела надеть, не знаю, надевать или так оставить. Ну, она у меня вот в горшочке. Компот на диете выгрызает у старшего пса еду. Ну, все, показала вам немножко свой участок. Работы много. Ну, прямо нет сил никаких. Пью витаминки, восстанавливаю силы, высыпаюсь. Ну, все, подписывайтесь. Выращиваю в Сибири не только гортензии, но еще плодовые, декоративные, деревья и кустарники. Всем всего хорошего, до свидания.